всем привет дорогие друзья сегодня у нас сегодня у нас прямой эфир с всем привет у нас сегодня прямой эфир с педагогом который работает школе и говорить мы будем о реформе новой украинской школы взгляд педагога и взгляд психолога на эту реформу из вас в прямом эфире можете потом когда будет запись под записью оставить вопросы свои и мы на них может быть ответим но надеюсь что мы ответим на них и так подключился олег олег привет слышно меня так тебя тоже слышно ну что давайте тогда начинать меня зовут денис шаповалов я психолог который работает в теме диск родительских и семейных отношений и у меня сегодня в гостях олег сюрин который является преподавателем учителем школы и уже более 30 лет занимается педагогической практикой он повидал много чего и его бэкграунд идеально подходит для того чтобы мы тут рассуждали и какие-то делали выводы или предположения по поводу эффективности нужности важности школы новой школьной реформы вот этой вот новой украинской школы сокращенно нуж ее называют преподаватели в своих узких кругах и так олег давай начинать значит первое с чего хотят первое с чего хотелось бы начать это конечно с того что ну вот олег тебе как человеку опытному человеку со стажем какое у тебя было первое ощущение когда ты услышал что ну вот новая реформа ура для тебя это было ура или что это для тебя было но ощущение было двоякое с одной стороны я уже пережил не одну школьную реформу не буду считать но где-то так на скидку может быть их было три или четыре вот которых я так или иначе часто сталкивался с ними это с одной стороны поэтому ну вроде бы можно было ожидать что а в очередной раз очередная косметика сейчас будет производиться но другой стороны я понимал я ждал эту реформу я видел какие-то предпосылки к тому что она должна произойти и главным образом на это на то что реформа необходимо что вот вот она должна начаться свидетельство о движении слышал о нем да в котором до до уже лет пять или шесть вот учителя которых принято называть новаторами инновационного стиля они периодически собирались в частности и чаще всего это происходило в харькове вот и говорили о тех изменениях которые необходимы свои образования поэтому реформа это ожидалось но тут интересный вопрос а вот ожидалось то реформа но то ли реформа ожидалась которая ожидалась ну на самом деле я могу сказать что вот на этот раз именно так вот по моему личному мнению убеждению это непосредственно та реформа которая во многом реформа создавалась в том числе и учителями которые непосредственно работают в школе и движение эдкэмп в том числе влияло на эту реформу были встречи с министром образования или и гриневич которая ну вот было во многом вдохновителем этих реформаторских изменений школе она ее запускала поэтому вот этот процесс он такой был обоюдный и и сверху реформа каким-то образом продвигалась и снизу тоже было очень много импульсов которые ее подпитывали год начала этой школьной реформы я так понимаю 2019 правильно или раньше даже раньше даже даны ага определенно был подготовительный этап а непосредственно набор набор классы так называемые классы первые классы приходилось ли сталкиваться с какие какой-то обратной связью родителей от того что они собственно получили ну хороший вопрос другое дело другое дело какие-то дивиденды от этой реформы наверное можно будет оценить ощутить со временем пока еще можно каких-то текущих ощущений вот родители регион реагируют по-разному кто-то действительно проникается разбирается в нюансах и поддерживает а кто-то откровенно говорит о том что раньше было лучше непонятно да раньше было лучше верните как было и мы учились и нормально выучились и пожалуйста и детей наших тоже не не мучайте какими-то там инновациями вот если такое олег смотри вот новая школьная реформа предполагает такое не просто вот бумаги какие-то да но она предполагает еще непосредственное вмешательство так сказать ну не вмешательство что ли да ну какие-то вот такие действия совершенно конкретные то есть не просто там вот а давайте вы учителя сейчас будете вот так и вот так нет тут речь идет о том что еще нужно потратить государству необходимое количество средств и в реформу заложено серьезное финансирование и изменение еще и технического оснащения так сказать обучения что вот на мой взгляд является ну достаточно непростым потому что одно дело поговорить а другое дело открыть кошелек и потратиться на это так вот так на твой взгляд они тратятся есть какие-то вот видимые потому что я смотрю что первая фаза изменений она приходилась на 2016-2018 год и тут в общем то все идет про то что нужно подготовить документы немножечко дебюрократизацию провести вот заметил ты кстати дебюрократизацию как учитель хоть чуть-чуть что вот эта реформа на самом деле она планировалась запускалась ну и проводится она более системно чем ну те предыдущие я могу напомнить раньше были такого косметического характера реформы например переходили с 10 летки на 11 летку потом на 12 лет быстро вернулись на 11 летку потом было переход с пятибалльной системы оценивания на 12-бальную вот ну вот такие вот какие-то вещи которые глобальных изменений на самом деле можно назвать бумажная реформа не производили да да то есть на бумаге поменяли надписи сдвинуть что-то с мертвой точки но к результатам это не приводило вот эта реформа она продумана системно на мой взгляд действительно почему я и считаю что вот ее действительно необходимо на самом деле реализовать потому что там девять блоков перед направлений они друг друга подкрепляют там и укрепление материальной базы или методическая новость совершенно иная концепция образования и то что касается автономности школы и дебюрократизации создания сообщества родителей ребенок учитель вот такое вот образовательная как без которого не возможно качественно образовательный процесс организовать многое в том числе и материальная поддержка школ и бюджет насколько я знаю действительно каждый год закладываются определенные средства не знаю в полной ли мере вот то что планировать в реформе реализуется на практике потому что у нас по-разному бывает одно дело плана другое дело и реализация каждый год во все школы страны насколько я понимаю в нашем том числе например в первые классы поставляется определенная техника то есть на определенный набор технических средств доходят ноутбуки с программной поддержкой курсов которые преподаются начальной школе там мфу какие-то ну ламинаторы ну и прочие там дела много много дидактического материала который уже непосредственно современного характера доставляется школы до поддержку тех программ которые будут реализованы то есть вот это вот все есть действительно в этом плане до финансирование более того уже финансируется и школа среднего и старшего уровня ну например поставляется называемые электронные цифровые лаборатории физики химии математики мы нашей школе мы действительно их получили хотя олег давай еще раз вот для для слушателей ты работаешь в обычной школе что называется школа на районе как говорят в простонародье да то есть это не частная школа но быть не частная гимназия но это не частная да это бюджетная организация да и то есть ты хочешь сказать что с момента того как традиционная школа вот традиционная школа да мы ушли от этого неприятного школа на районе вот школа возле дома да традиционно да у вас там ряд я я был я знаю а значит получается что ты хочешь сказать что с момента того как реформа на бумаге разместилась начала красиво читаться всеми кто ее так сказать да читает и изучает так еще и пошло финансирование конкретно в школу начали приезжать грузовики вот это ты хочешь сказать то есть что действительно началось что-то не только на бумаге вот прям прям грузовик грузовиками да как в рекламе кока-колы да поехали грузовики новый год начался каждый город едет вереница грузовиков ну например была вереница грузовиков на самом деле вот хороший кстати пример насколько я понимаю когда в школу привозили наборы лего для детей да да подразделение лего фундейшн у лего появилась которая занимается разработкой да это супер вот они говорили что для того чтобы завести весь этот все это ну технически эти все средства да для обеспечения этого так было нужно было ну они там писали какое-то количество фур так страну доехала для того чтобы это все доставить по всем школам страны так что ты недалек от истины то есть вот на данный момент мы можем говорить мы можем говорить о том что график похоже приводится в действие намечены оборудование завозится по поводу работы с учителями ты можешь сказать что что-то немножко но меняется что какая-то происходит перенастройка или попытка перенастроить потому что деятельность эдкэмпа ну вот для тех кто не в теме ты уже объяснил что такое эдкэмп да деятельность эдкэмпа конечно это для меня больше встреча учителей единомышленников которые жаждут обменяться педагогическими идеями поделиться увидеть себе подобных и получить какое-то может быть моральное удовлетворение еще одно что да я возможно делаю и сложную работу в этой жизни я учу чужих детей в больших количествах это не просто но есть такие как я мы друг друга поддерживаем и мы хотим развиваться и мы развиваемся это все здорово но с точки зрения вот государства заметил ли ты что идет какая-то попытка вот перенастроить как бы переобучить учителей под новые задачи о которых мы позже скажем ну с точки зрения государства да действительно это есть то есть проводятся и и тренинги и есть очень много образовательных ресурсов которые позволяют освоить эти технологии ну уж и концепцию новой украинской школы в этом плане очень много всего имеется для учителя и делается да есть попытки ну все это есть да действительно в открытом доступе и и тренинги непосредственно такого целевого характера они проводятся особенно например учителями начальной школы которым предстоит набирать классы по программе ну уж вот они регулярно проводят проходят эти тренинги сертифицируются в этом плане эти процессы тоже организованы есть попытки материально как-то так учителя поддержать иногда там ну как то так время от времени повышаешь зарплата не сказал бы что так кардинально и значительно но тем не менее все таки какая-то материальная поддержка есть хотя насколько помню в реформе прописано такая такое положение как деньги ходят за учителем если в данном случае за за ребенком если например в школе больше детей то государство финансирует школу именно по тем теми объемами которые необходимы для того чтобы обеспечить обеспечить образование вот каждого ребенка является учеником школы по идее это тоже как-то в том числе и и ну такую индивидуализацию должно каждой школе обеспечить то что вот если вы больше например вкладываете стою и больше получать от государства ну пока вот этого я еще пока не заметил вот но с точки зрения финансирования финансирования финансовой поддержки материальной поддержки да это делается но я думаю что вот мы об этом тоже поговорим не все же на самом-то деле для эффективного для такого успешного получения результатов воплощения этой реформы не все же зависит от государства по большому ну это конечно да и вот непосредственно школы и непосредственно учителя от его готовности его наличие ресурсов для того чтобы эту реформу непосредственно реализовать и закладывать до этим я не скрываю с этим тоже есть определенные сложности я предлагаю олег сейчас я пробегусь по основным пунктам изменений а ты буквально по паре слов там насколько это так сказать и соответствует действительности да вот новая украинская реформа заложила например такой пункт новое содержание образования основанная на формировании компетентностей которые нужны для успешной самореализации обществе есть ли это очень такой правильный вопрос спасибо за него потому что по сути вот эта реформа ее таким ключевым моментом ее ключевой составляющей на мой взгляд является ну сейчас скажу таким наукообразным термином но тем не менее это именно так и декларируется изменение парадигмы образовательное изменение парадигмы то есть это смена представление о том каким должно быть образование и это переход от так называемой знание вай парадигмы как компетентность знание вай компетентность что имеется ввиду ну давай может быть немножко с этими терминами разберемся что такое вот знание его подход и почему вот та традиционная школа которая до сих пор была она уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня на этот счет есть на мой взгляд такая довольно яркая такая метафора которая многое объясняет это может быть ты тоже ее слышал это так называемая фаршированная рыба то есть то есть вот традиционная школа в итоге выпускала своих учащихся по окончании школы да которые напоминали очень фаршированную рыбу фаршированная рыба это действительно ну рыба которая на наполнена нашпигована большим количеством таких вот вкусностей да да много мне чего хорошего есть да но после этого она уже не совсем рыба плавать не может да да вот подобное происходит и происходило с нашими учащимися они наполнялись большим объемами знаний действительно ну то что называется фаршировались разумным добрым вечно но при этом не могли никак это зачастую применить свои жизни и действительно это мало чем помогало им собственной самореализации продуктивности успешности и так далее вот и тогда возникла идея изменить ну концепцию парадигму взгляд на образование перейти от передачи знаний к формированию компетентности вот что такое компетентность может быть этот термин давай мы с тобой распишем но компетентность да а ну компетентность это способность решать задачи зоне зоне своей ответственности да есть какая-то зона своей ответственности так ты должен быть способен решать любые задачи в том числе и качество реактивного характера я здесь еще немножко может быть маленькую такую ремарку что зона так сказать ну что называется влияние то есть если это является зоной твоего влияния да то и твоего умения обращаться с этой областью да то то тогда это твоя компетентность она в этом состоит если это не умеешь ты там нет у тебя не знаний не навыков то конечно это не твое ну да ну по сути если ты берешь на себя ответственность какой-то сфере да да то имеется ввиду что ты компетентен это и называется сфера твоей компетенции и ты должен быть способны справляться с любыми сложностями которые могут возникнуть да да нужно на самом деле нужно и можно этому обучать но я приведу может быть не школьный такой несколько облегченный пример ну предположим что мы хотим ребенком давай маленького ребенка для простоты так обучить ну или помочь ему стать компетентным вы в обращении например с пластиковой бутылкой можно такую задачу поставить да ну что бы мы делали если перед нами стояла задача помочь ребенку стать компетентным вот в манипуляция пластиковой бутылкой все мы начали ну первое наверное мы бы показали эту бутылку сказали вот смотри эта бутылка предназначена для того чтобы в ней хранить мир жидкости у нее есть крышечка эта крышечка закрывается вот таким образом открывается таким образом вот что произошло мы передали какие-то знания при этом все это проиллюстрировали на личном примере как это все делается и мы завершили первый этап передача знаний да затем какой этап начинается формирование умений да что мы говорим на тебе эту бутылочку попробуй сам а ну-ка попробуй крышку закрутить помогли мы здесь менторами вы поучаствовали да поддержали исправили какие-то недочеты открыл закрыл сформировал умений какой этап следующий будет но наверное постараться пофантазировать и по что-то по какие-то поделки из этой бутылки может быть сделать посмотреть на что она способна еще сначала надо порешать какие-то задачи в смежных областях ну например вот смотри оказывается крышечки бывают на бутылочках на баночках широкие узкие закрывается так закрывается сяк так вот попробуй посмотри в каких сферах это тоже может еще проявляться в том числе можно поставить и задачи проблемно-поискового характера ну например я почему об этом вспомню вот рядом со мной имеется вот такая вот видно да вот такая баночка да у нее тоже есть крышечка можно дать ребенку на пожалуйста вот ты же умеешь крышечку закрывать открывать она открой эту крышечку не открывается баночка с лекарствами да но это тоже баночка и там тоже есть крышечка да и вот тут уже нужно уметь применить свои знания и умения в том числе в какой-то нестандартной ситуации то есть нужно изучить вопрос может быть задать какие-то вопросы учителю учитель в данном случае уже не носителем знаний будет а уже является таким супервизором наблюдателя он будет оказывать поддержку может наводящие вопросы какие-то и задавать или отвечать на те вопросы которые ученик и так совместно они придут к выводу о том что например но здесь более сложная крышечка здесь надо ее немножко утопить тогда она откроется вот эта задача уже такого более ну как у нас принято говорить проблемно-поискового характера который формирует уже способность искать решение нестандартных ситуаций но и этого мало потому что есть еще и четвертый уровень какого плана когда ставится уже креативные задачи например ну вот на что способна баночка конечно да что еще вот например с пластиковой бутылочкой это и можно сделать предложили например там от 6 до 10 разных способов применения пластиковой бутылки и что ты думаешь я думаю что включается креативное осознание конечно если это часто случается решать такие задачи вот ребенок сообразит ну как ну например пластиковую бутылку если мы например в походе у нас высоко в горах нет воды мы можем запастись вот такими баклажечками с водой и использовать их как рукомойничек потому что это довольно рационально бережное использование воды чуть-чуть перевернули вверх дном открываем и очень экономно ее расходы либо мы можем использовать пластиковую бутылку как как скворечник или можем можем использовать ну как там хранили хранилище для там сыпучих веществ ну и много много разных вариантов как можно нестандартно совершенно для других задач можем использовать наши умения обращаться с пластиковой бутылочкой тогда вот этот навык взаимодействия с этим объектом становится уже инструментом решения других задач творческих креативных вот это полный цикл формирования компетентности а теперь вернемся к нашей школе а вот до сих пор вот традиционная школа она вот этот полный цикл она проходит его или нет сам себе задаю вопрос ну да ну кстати как ты думаешь проходит я думаю что пока еще нет пока еще нет и раньше этого тоже не было потому что в основном вот знание парадигма заключалась в том что передать зуны знание умения навыки и раньше на самом деле это действительно было актуальной задачей потому что традиционная школа она была ориентирована на так называемое индустриальное общество тогда нужно было действительно обучить большое количество людей для того чтобы они потом пошли на производство и школа сама по себе на самом деле напоминала некий такой цех да классы напоминали цехах где рядами стоят парты а не станки заготовки дети да они поступали в классы учитель как-то их обрабатывал передавал следующий следующий цех и вот этот конвейер действительно позволял действительно решать на то время очень важные задачи массовая передача знаний да ну потому что еще дальше идет плановая экономика и все это закономерно вращается в обществе по понятным всем причинам а потом статья в газете кто-то в путешествии сбежал и переплыл и остался жить в америке решалась 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 вполне адекватно то есть знание действительно передавали но сейчас общество изменилось и общество уже даже называется иначе информационное общество да и знаний предостаточно да знание есть и доступ к ним открыт открыт достаточно быстрый и и ты получаешь если умеешь конечно и этому отнаучен качественные знания из экспертных каких-то источников и эти знания могут быть более глубокими чем то которые может передать учитель так то есть проблемы с доступом к большим объемом информации он сейчас отсутствует сейчас необходимо другое необходимо то чтобы эти знания они каким-то образом помогали тебе решать свои практические задачи и именно поэтому вот та школа которая ориентировалась на зоны она уже сейчас но увы не отвечает потребностям сегодняшнего дня а вот формировать компетентность это не просто ну согласись здесь учитель должен тоже быть уметь выступать самых разных ролях но это да и ментор и супервизор и партнер и уметь задавать коучинговые вопросы и уметь поддерживать и учитывать технологическое состояние ребенка и уметь вместе с ним выстроить ту самую индивидуальную траекторию развития и тут возникает вопрос а если сохраняется конвейерная система школе учителю ну учитель может эти все задачи реализовать каким бы он там от бога класс экспертом или профессионалом не был это очень сложно это очень сложная реформа она эти процессы запустила вот но идут они естественно непросто хотя у меня оптимизм сохраняется в том плане что ну мы же с тобой знаем что человечество умеет каким-то образом ну создавать себе проблемы а потом их героически решать и на сути это и продвигает нашу цивилизацию вот в данном случае как ни странно вот это вот старая структура школы о которой мы сказали которая на самом деле ну тормозит вот внедрение вот этого компетентного подхода она по сути сейчас ну меняется де-факто меняется в том числе и в силу вот тех вот событий которые мы переживаем пандемии например да то есть уже школа уже рассинхронизовалась если так сказать слово наукообразно использовать да то есть уже имеется и очный формат и дистанционный формат и перевернутые классы вот и учителя которые длительное время но каким-то образом были зажаты да в старой старым каких-то своих подходах или старых техниках методиках преподавания они вынуждены очень быстро освоили новые подходы новые технологии я это могу судить по опыту собственно нашей школы то есть год назад когда ну помнится 17 марта да мы резко перешли на карантин то есть для многих учителей это был ну шок да 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 я никогда не смогу в этом в вашем интернете работать я уже три года там пытаясь подойти как-то к этому у меня все время не получается ну и что ты думаешь сколько времени понадобилось я я в нашей школе я как раз отвечаю отвечал за то чтобы вот эти все все эти процессы дистанционного обучения чтобы они закустились и я помню что ну я как уж на раскаленной сковородке себя чувствовал потому что постоянно возникали какие-то какие-то сложности технического методического организационного характера но где-то через приблизительно через месяц я почувствовал что ну во многом помощь не нужна уже твоя да не нужен олег смотри я хотел бы чтоб ты прокомментировал еще немножко вот эти вот моменты насколько ну буквально там по может паре предложений то есть насколько удается сейчас реализовать то что заложили конкретно касательно вот ну школы первое ты уже так содержательно прокомментировал да что формирование новых компетентностей которые нужны в обществе ну это было самый тут такой объемный пункт а вот например такое насколько реализовывается мотивированный учитель который имеет свободу творчества и развивается профессионально насколько сейчас это как-то ну то есть чувствуешь ли ты что это ну скажем так появилась или как-то это может быть как-то это стало сквозить вот вот эта история или к это поддержка этому ну сложно вопрос в том плане что и да и нет то есть одной стороны нет никаких нет никаких запретов для творчества самовыражения для того чтобы получать какой-то новый опыт развивать свою экспертность то есть еще раз я повторюсь все необходимые ресурсы для этого есть ну де-факто так с другой стороны ну я бы сказал что скорее нет то есть какой то вот такой вот мотивации пока еще нет пока еще не наблюдается поскольку действительно действительно это такая непростая задача да мотивированный учитель да это действительно во многом да во многом ну давай будем использовать такие слова увяз залив застрял каких-то вот старых подходов очень сложно выбираться очень сложно выходить из зоны комфорта для этого действительно мощные мотиваторы должны быть вот таких мощных мотиваторов пока что не да на самом деле не появилось следующий пункт сквозной процесс воспитания который формирует ценности что-то добавилось такого что может быть сделали как-то акцент в учебных программах на ценности или это все пока что только слова да ну такой вот сквозной сквозной процесс воспитания ну что можно понимать под этим что на самом-то деле вот в этой вот компетентностной парадигме ну ты тоже знаешь что есть такая как бы плетеночка да что нам для того чтобы качественные компетентности формировать необходимо чтобы сочетались так называемые предметные компетентности ну то есть знание определенных предметов естественно науки языки вот такого и то что принято называть ключевыми компетентностями ну да то есть это такие навыки но мы о них отдельно потом поговорим о ко всех да там да да и ну может быть уже уже имеет смысл об этом поговорить что вот на самом деле очень важный такой ключевой момент в реформе именно в том чтобы качественно действительно формировать компетентностный подход так и формировать компетентность решение тех или иных задач жизненных и вот здесь важно действительно ребенку помочь обрести освоить вот те самые ключевые компетентности которые ты прекрасно знаешь да и может быть уже имеет смысл их назвать ну давай хорошо давай перейдем я просто хотел ну давай коротко хотя бы вот это закончим насколько оно просто что-то интересному что-то что-то может удается вот пробежимся буквально если если ты чувствуешь что это пока еще ну не происходит может даже не комментируя сказать но это пока еще там ну не происходит например как то так происходит не в достаточной степени да децентрализация и эффективное управление которое даст школе реальную автономию вот насколько это на данный момент реализовано да вот как он частый на твой взгляд что-то появляется хотя бы намеки на децентрализацию какие-то изменения некоторые не революционного характера но происходит то есть школа двигается в этом направлении более автономной да формирование своего учебного плана учебный год там программ выбора учебников ну то есть в этом смысле есть есть да потом дальше педагогика которая основывается на партнерстве между учителем учеником и родителями как вот это как вот это партнерство что-то предлагается или или это просто рекомендация больше то есть вы стараетесь да это одна из концептуальных таких основ реформы да что невозможно продвигать вот такой качественный образовательный процесс без родительской поддержки когда есть учитель ученик вот и родители например вынесены куда-то там за скобки за пределы школы да на самом деле не удается поэтому очень приветствуется создание каких-то сообществ да вот у вас же в школе кстати есть там чуть ли не прям родительское правление какое-то там прям причем а я так понимаю что создано оно у вас по вашему усмотрению то есть это не указание сверху это да в этом на самом деле видимо автономной школы вот никто никому ничего не указывает вы считаете нужным это делать вы это делаете мы создали год назад так называемый family planet то есть планету семейную планету с семейными субботами это некое сообщество педагогов детей родителей вот в котором мы вместе вырабатываем какие-то стратегические ставим стратегические задачи вот и совместно находим ресурсы для их решения вот ну да это есть на самом деле на наш взгляд важный процесс я не могу сказать что он массовый и повсеместно идет вот по крайней мере можно это формировать можно делать это можно сказать что родители вот сейчас они тоже изменились они уже де-факто они тоже по собственной инициативе ну часто становятся вот такими ну влиятельной силой так которая сказывается на на том какие такие процессы происходят в школе что потом ориентация на потребности ученика в образовательном процессе датыноцентризм ну то есть ориентация так понимаю на на ученика вот прям что теперь мы теперь школа должна по идее больше обращать внимание на потребности до ученика в образовательном процессе как-то учитывать их уважать да вот что в этом направлении тут наверно от учителя зависит исключительно от каждого да здесь да в очень огромной степени да это то что называется психологизация образования то есть учет индивидуальных особенностей ученика учащегося так каких-то вот это дифференциация образования создание комфортной среды позитивного психологического фона там очень много нюансов которые вообще-то во многом требуют и ну более глубокой психологической подготовки учителей да да а новая структура школы понимаешь тоже не сиюминутный процесс ну конечно да новая структура школы которая дает возможность хорошо освоить новое содержание и приобрести компетентности для жизни ну это то что мы еще коснемся сейчас более подробно когда компетентности прям обсудим у нас там их есть то что новая школа предлагает их там аж целых десять вот про ним пробежимся я так понимаю что это имеется ввиду что структура школы она тоже каким-то образом должна соответствовать подстроиться да вот она сейчас вот сейчас как раз происходит вот это вот структурная перестройка в школы в том числе то есть будет начальная школа автономной будет будут такая вот средняя средняя школа это гимназия старшая школа профильная это лицей вот эти изменения кстати говоря уже со следующего года они достаточно и я думаю что во многом болезнь будет происходить потому что начальные классы из одних школ будут переводиться в другие будет какое-то укрепление происходить вот но вот реформа ну предполагает в том числе и вот такие вот глобальные структурные изменения справедливое разделение публичных средств которое обеспечивает равный доступ всех детей до качественного образования ну я так понимаю что это вообще школы немножко не касается это касается больше управленческого какого-то процесса да что собираются по-другому распределять средства теперь да чтобы чтобы уравнять да и максимально качественно сделать эту реформу в том числе я не проснулся когда говорил об этой идее что деньги ходят за ребенком вот что действительно школа должна финансироваться в тех объемах которые необходимы для того чтобы вот действительно качественно давать образование всем детям которые в ней обучаются ну вот здесь я не вижу особых каких-то изменений может быть даже от этого пункта каким-то образом отказались ну не знаю не буду на этом говорить но пока я не увидел этого механизма современное образовательное пространство которое обеспечит необходимые условия средства и технологии для обучения учеников и и родителей не только в помещении начального в помещении школы то есть то есть и это глобальная задача это глобальная задача да это не касается реформы да там воспитывать и обучать должен не конкретно там учитель да в целом среда должна быть обучающая среда вот она должна формировать определенные навыки компетентности и ее уже специальным образом создавать в частности начальной школе там тоже уроки даже иным способом проводятся что-то там на коврике что-то там кружочки где-то вот как-то рассосредоточены что-то на улице час для общения где-то где-то да на улице вот какие-то эмоциональные бывают упражнения на то чтобы как-то встряхнуть эмоции где-то на коммуникацию и вот мы подошли к тем десяти ключевым компетентностям которые украинская школа собирается давать нашим детям новая украинская школа для того чтобы в результате по задумке авторов реформы у нас получилась личность инноватор патриот вот чтобы это все получилось на выходе как как говорится в документе десять ключевых компетентностей такие математическая грамотность культура экология здоровья умение учиться на протяжении всей жизни и на земле иностранные языки природные науки и технологии цифровая грамотность предпринимательство родная и государственный родной государственный язык и социализация ну вот вот эти десять компетентности они по идее должны развиваться чтобы на выходе получилась личность инноватор патриот как ты к этому относишься что ты по этому поводу думаешь я думаю что это все очень правильно действительно нужно формировать и вот именно в том том объеме в том перечне который ты назвал вот и но вот это вот и есть непростая задача это освоить технологию формирования компетентности так чтобы не просто ограничиваться передачей знаний а в комплексе вот формировать те те навыки которые позволят решать в том числе и креативные задачи и вот здесь здесь не все так просто на самом деле потому что все таки школа нацелена на то чтобы передавать знания по какому-то узкому предмету и принципе я уже об этом говорю предметные они тоже важны тоже важны на мой взгляд гораздо важнее универсальные навыки и привычки жизненные сформировать такие вот часть из которых ты перечислил так это и умение коммуницировать и командная работа и умение соотносить свои свои цели и интересы с интересами партнеров это и умение критически мыслить и фильтровать информацию в том числе например какие то вот фейковые сведения уметь отследить и ну отвергнуть скажем так как умение искать истинную информацию и и творческий подход и креативность вот эти все универсальные навыки они они на самом деле действительно сейчас более востребованы наверное чем узкие знания предмету потому что узкие знания в целом ну и и предполагается что чем дальше тем больше какие-то решения каких-то конкретных специфических задач мы сможем находить в том числе благодаря окей google а вот это более сложные вещи такие как умение выстраивает взаимоотношения социумом так целеполагание предвидения и выстраивание каких-то само менеджмент вот эти вот вещи они просто так по кнопочке окей google ты их не освоишь не обретешь их надо действительно формировать и вот к этой задаче пока на мой взгляд школа еще ну вплотную не подошла а пора и это уже очень важно чтобы именно это уже сейчас во всех школах происходило потому что нашим детям нынешним учащимся предстоит жить и сама воплощаться и достигать своих целей ну уже в ином мире чем был раньше в мире котором в котором никто за тебя принимать решение не будет потому что просто нет времени на раздумывание да что сейчас время лимитировано для принятия решений мир очень быстро меняется и нужно обладать собственными какими-то ресурсами науками для того чтобы в этой жизни действительно решать реагировать на те вызовы которые эта жизнь нам предъявляют смотри лех но безусловно нужно помогать детям это осваивать какой форме это тоже важный интересный вопрос они можно очень много говорить то ли это действительно происходит на традиционном на традиционном уровне должно происходить либо в каких-то дополнительных формах вот я например вижу на сегодняшний день пока вот такая вот структура ура классно урочная система пока еще остается присутствует школе вот этот конвейерный конвейерный способ обучения он еще сохраняется нужны какие-то дополнительные формы образования такие как например подростковый клуб как мы сейчас запустили и развиваем у взрастаем разом для подростков где мы вот как раз вот эти вот все вещи вот эти ключевые компетентности вот эти социальные навыки и перечень топ топ-20 навыков которые необходимы человеку 21 веке вот и вот там мы их совместно с детьми совершенно внеурочной среде их стремимся осваивать получается да получается что родителю у которого сейчас учится ребенок в школе ждать что реформа будет выполнена хотя бы на 80 процентов что будет уже неплохо и даже просто здорово да ждать просто нет времени потому что оценки которые я слышал и которые мне встречались когда эта реформа появилась вот ты сейчас просто сверю с тобой что ты слышал что где там порядка 15 лет необходимо с момента того как реформа появилась порядка 15 лет необходимо чтобы прошло чтобы было видно что ну поменялось как тебе как на твой взгляд и поэтому правильно очень ценно очень ценно то что искал что делать родителю если срок ну допустим ну нужно много времени у меня сейчас ребенок учится например там в третьем классе в пятом классе пошел в первый класс то есть понятно что если мой ребенок пошел первый класс то он к он грубо говоря там когда будет в одиннадцатом он будет учиться в школе которая чуть отличается от той в которой учились родители но половину обучения он пройдет в такой же школе как его родители с учетом новой мебели новых каких-то технических средств потому что получается исходя из нашего с тобой разговора я так понимаю все там того что техническое обеспечение завозится грузовики едут везут да то это сделать получается легче чем поменять вот здесь и чтобы зачем поменять вот здесь чтобы детям дать по-новому и новое намного легче детям дать плазму в классе как вот в вашей школе эти стоят замечательные большие телевизоры у которых сенсорные экраны большого размера вот эти электронные доски что как планшет большого размера на котором можно запускать презентации показывать ролики и все это конечно выглядит замечательно так вот это дать легче чем дать 10 компетентности о которых вот мы говорим плазму дать легче лего завести легче вот и получается тогда роль родителя действительно если он отдал ребенка в обычную школу а как показывает интервью с директором частной школы которая я недавно брал если кто-то смотрит часто видео в описании то тут вот ссылочка появится кто в инстаграме будет смотреть ищите у меня есть она значит то даже частной школе очень современной школе тоже не просто дать детям сегодня современное образование а частная школа она же как будто бы больше возможности имеет да она как будто бы больше у нее руки развязаны она как будто бы может ну и то не просто да то есть даже часто не просто и частная может понимать это все быстрее и вчера еще понять и дать и тоже не просто потому что люди все таки привыкли ну мне такое ощущение что все конечно и вот наверное резюме нашего будет разговора у людей может сложиться такое впечатление вот у меня сейчас складывается что все таки вопрос кадров он ну основной потому что но с другой стороны мы можем получается что похлопать этой новой реформе хотя бы тому ее бумажному содержанию которое мы сейчас имеем ну я считаю еще раз повторить что это реформа назрела давно она необходима она на мой взгляд очень правильно построена мы не самый не сами ее придумывали действительно разработчики очень большой такой вот опыт внедрения в других странах изучили для собственный тоже и наши традиции определенные традиции сюда тоже не будем повторяться как эта реформа создавалась она скажем так она действительно уже есть определенные подходы их надо реализовать на практике другое дело что любые глобальные процессы серьезные процессы такие вот которые на титанические изменения производят они требуют и времени и ресурсов и ресурсов и времени может быть времени это даже самый ключевой такой вот момент и ну важно чтобы эти процессы не останавливать другое время совершенно правильно вопрос хорошо а что делать тем родителям и тем детям которые вот достигнуты вот сейчас здесь и сейчас у них времени нет для того чтобы ждать изменения на себе ощутить другой стороны им де-факто реально придется жить в том мире в котором вот эти все компетентности эти все навыки эти все важные жизненные привычки они уже необходимо они уже востребованы вот что им делать ну я могу только сказать что ну во первых искать ту школу которая 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 более активно движется на пути реформ такие школы есть и они я я думаю что как грибы после дождя они будут возникать все больше и больше потому что если школа все-таки собирается остаться на плаву да то она не может не реформироваться потому что ее просто ну что называется какой-то ледокол да да отнесет куда-то на обочину выкинет на берег и все это там это совершит поэтому необходимо действительно такие школы искать это раз во вторых ну многим родителям можно и самим проявлять проявлять инициативу да например предлагать какие-то идеи той школе в которой они обучаются а какие возможности сейчас центру влияния родителей или или рычаги влияния родители на школу сейчас имеются они сейчас действительно присутствуют и многие родители этим этим активно пользуются не всегда конструктивно но можно и конструктивном ключе с какими-то идеями с какими-то вариантами обращаться и очень может быть что эти идеи будут поддержаны мир у нас происходит и с другой стороны ну не ждать не ждать что школа будет самостоятельно решать все эти проблемные задачи а может быть искать какие-то альтернативные формы находить клубы подростковые клубы развития личности клубы развития креативности может быть критического мышления какие-то клубы общения вот они тоже есть и и они тоже появляются в самых разных форматах вот только у нас в школе есть и клуб финансовой грамотности который тоже помогает освоить компетентность ну которая традиционной школе не формировалась так и нет и и не было до сих пор такого предмета ну появился такой клуб и вот такого рода навыки формирует совершенно конкретные для жизни необходимые да и вот эти вот family planet и подростковые клубы где вот мы сейчас ребятами проходим так называемый фейк квест то есть это вот такой вот из восьми сессий из восьми миссий так такая программа которая позволяет разбираться с теми когнитивными искажениями которые присутствуют свойствами присущи человеку так уметь их распознавать уметь определенным образом реагировать для того чтобы все-таки не с ним не становится жертвой фейковых новостей например вот и родители могут находить находить эти ресурсы находить и группы находить эти клубы находить эти учреждения которые это делают и туда своего ребенка направлять и на самом-то деле не ждать что ну действительно все произойдет самим собой реформа реформа существует и типа кто-то обязан ребенку все это предоставить до обязан до предоставить когда-то если нужно сегодня то действовать нужно родителям сегодня да получается что ответственность родительская здесь как бы немножко так тоже мы они да вспоминаем если вот сделать сейчас ну такие короткие тезисы нашей вот беседы которую мы провели сейчас то получается я сейчас попробую сказать а ты если что то добавь пожалуйста значит первое что реформа действительно стоящие ожидаемое хорошая все написано правильно воспринимается она думающими учителями которые были которые ну вот да вынуждены бегать по эдкэмпом разным чтобы себе подобных увидеть думающих ответственных интересных креативных учителей она действительно хороша реформа то есть она хороша и на бумаге хороша и в идее хороша но она всем хороша хороша и ожидаемо это раз второй тезис она заработает на полную не скоро и есть тому объективные причины мы о них упомянули и третий момент родитель должен понимать первые два момента и включаться потому что вот еще раз повторюсь даже частная школа сегодня не каждая способна дать современное образование хотя у частной школы больше руки развязаны то есть вот таких вот таких три тезиса мы оставляем вам кто смотрел этот эфир кто будет смотреть запись и если будут какие-то вопросы пишите в комментариях мы конечно постараемся ответить потому что это это важно это важно нам то в том числе вот олег спасибо за эфир благодарю тебя что ты нашел время и отвечал на вопросы и помогал прояснять эту ситуацию непростую и неоднозначную потому что оказалось что я спасибо денис спасибо тебе за интересные вопросы мне всегда приятно с тобой беседовать и ты действительно задаешь вопросы которые запускают мыслительный процесс это это действительно важно поэтому рад был встречи с тобой спасибо отлично спасибо тебе всем всем пока до связи всем все до свидания всем